всем привет с вами голодный и сегодня у нас вот такой вот необычный обзор на вот такую необычную коробку которая в россии наверняка мало кто купит это интерактивная игра которая называется mario kart live home circuit эта игра предназначена для nintendo switch как вы уже могли догадаться возможно кто-то не слышал ну я думаю что немногие и давайте посмотрим что же у нас в этой коробке снаружи можно видеть здесь некую надпись вилан моментум не знаю что это означает возможно это производитель либо моторчика для машинки которые здесь коробки либо возможно аккумуляторных батарей сзади коробки у нас нарисовано то что можно делать в этой игре то есть здесь коробки находится машинка также различные из картона сделанные ворота и вы мы дома можете построить трассу и гонять по ней при помощи свитч и вот этой самой машинка которая находится в этой коробке ну давайте все таки откроем коробку и посмотрим что же у нас не находится если бы не день рождения моего сына я наверняка не решился купить эту штуковину которая стоит аж 10 тысяч рублей дело в том что у nintendo все ее аксессуары стоит просто дико дорого особенно в россии с нынешним курсом и так и нас сразу встречает такая вот такой буклет сразу здесь написано first download software то есть как только вы достанете все с режима коробки вы не сможете играть в эту игру дело то что нинтендо поскупились даже положить картридж для этой игры то есть говорят скачивайте приложение из стора если у вас вдруг нет интернета вы на даче и вы захотели поиграть сразу из коробки у вас не получится ну я думаю что сейчас проблем с интернетом то у нас наверно нет смотрим что у нас здесь дальше вот такой вот кабель ё-моё нинтендо 10 тысяч ну могли бы хотя бы капель немножко положить подлиннее ну слава богу хоть тайп си они микро usb не на том спасибо и самое главное за что мы здесь отдаем 10 штук также здесь все есть картона нинтендо очень любит продавать картон как многие знают они продают картон за дорого вот такая вот машинка есть версия с луиджи эта версия смотрим марион более каноничный все таки чем луиджи у меня просто почему я купил во первых эту игру своим детям они любят играть марио карт это одна из их любимейших игр и также не любят играть марио на нинтендо свитч в основном все что у них установлено нинтендо свитч да и вообще на нинтендо свитч самые на лучшие игры это игры связаны непосредственно с их ним брендом марио такая вот машинка достаточно симпатичная даже такой мягкий тут пластик трубу можно погнуть здесь вот камера это лампочки здесь можно вот такую заглушку отодвинуть и как будто бы я так понимаю здесь да как как будто бы заправка то есть заряжать о я уже что-то нажал а да я нажал кнопку синхронизации колеса сами выровнялись то есть включилось питание ну и здесь такой вот небольшой пампер от столкновения не знаю защитит или нет ну и все слава богу что не батарейки то есть встроенный аккумулятор и на этом спасибо могли бы вообще еще есть три комиссии засунуть было бы вообще конечно очень весело так смотрим что еще картон на этом в коробке больше ничего нет и здесь у нас еще пачка картона картон любит право итак у нас здесь такие вот картонные ворота можно собрать получается примерно так достаточно большие что вы точно смогли в них проехать машинка на фоне этих ворот или брат так и всего у нас 4 штуки брат то есть трассу можно составить так сказать применив 4 чекпоинта и также здесь есть вот такие вот указатель направления движения мы уже попробовали не могу сказать следующее сейчас я покажу как это все работает я сначала сомневался в чем я думаю явно не хватит места в квартире для всего это дело и для всего этого дела действительно нужно много места в квартире ну у меня квартира достаточно большая по меркам на российских реалий но есть кое-какие нюансы сейчас и их вам покажу и расскажу и так чтобы нам синхронизировать нашу машину нам нужно скачать приложение соответственно nintendo switch запустите вам пленка уже облезла дети и тут пытаются уничтожить постепенно но пока что еще держится загрузка и сразу же написано использовать только дома то есть на улице нинтендо говорит в эту игру играть не стоит кстати у машины такие вот прорезиненные колеса они как бы пол и внутри ну прикольно сделано как будто бы реально накаченные колеса то есть это возможно спасет если наступить на машину то есть она не сразу же у нее все переломается вот идет они отлетят колеса возможно они выживут не факт вообще конечно как мне кажется машина достаточно хрупкой и нужно быть осторожным а учитывать что дети постоянно на этой машине гоняет по всей квартире и используют ее больше как не для игры а для как камеру слежения за тобой то блин в какой-то момент я уже пора раз ее на нее чуть не наступил и так запускаем игру здесь нам предлагают выбрать машину как обычно кто играл mario kart в принципе знакомы выбираешь гонщика машинку здесь нам предлагают поиграть либо сингл плеер либо мультиплеер в принципе все ну и там эта информация кредиты single на самом деле по сравнению с марио картам последним эта версия игры очень примитивная ну очень и так вот как можно видеть то есть здесь камера она снимает вам давайте вообще проедусь просто положу машину на пол давайте как не чтобы вам тоже было хорошо видно возможно камер что-то заснимет так вот я поставил машину и вот мы поехали поехали по нашей квартире уже куда-то врезались стульчики и пушкина было убрать перед съемкой экскурсия по квартире голодного на кухне то есть в принципе видите что происходит как только мы отличие отъезжаем достаточно далеко от консоли начинается терять сигнал пришпред при том что я бы не сказал что мы слишком далеко уехали да то есть если мы сейчас вот вернемся обратно я сижу барахло так уронили картон я им то есть вот видите здесь есть значок заправки значок уровня сигнала то есть слишком слабый сигнал это просто фэйл на самом деле трос просто попутешествовать по своему возможно виноваты еще бетонные перекрытия при этого пылесос надо можно с ним наперегонки поездить то есть здесь вот я вот еду опять вдруг в другую сторону в коридор и опять начинает терять сигнал все то есть зависли почти зависли то есть играть по сути можно только в пределах одной комнаты и желательно чтобы эта комната была ну квадратов так 30 хотя бы чтобы построить на ней трасс либо нужно съесть мне пересесть другое место просто я видите сижу с края вот если бы я сел вот куда-нибудь вот сюда вот в середину комнаты то дела обставали бы лучше ну давайте я сейчас то сделаю давайте попробуем построить трасс и так я расставил вратам и теперь можем стартовать давайте сделаем во первых какой режим его использовать допустим гран-при скорость 50 100 блин для нашего места я думаю 50 достаточно машинка есть на самом деле не быстро и теперь нам нужно таскать нарисовать трасс вот так вот это выглядит нам обливает колеса краской и поехали мы сейчас должны начертить трассу ворота номер два я тут решил немножко по креативите и попробуемся заехать на кухню по идее если закрепить вот эти картонки я думал должен заехать вау но я все равно застрял ну что же давайте попробуем вторая попытка убрал я убрал я подъем но если и в принципе закрепить то эту машина приедет она даже может немножко по корову ездить вам чтобы он был не слишком высокий 4 здесь у нас нужно развернуться здесь резкий разворот вот в принципе у нас получилась вот такая вот трасса давайте попробуем проехать ехали я к сожалению карты захвата у меня нет так же можно кидаться различными черепушками ракушками скорость маленькая да это самый первый режим режим 50 все очень медленно но если у вас не очень большая квартира то в принципе этой скорости оу кто-то попал будет более чем достаточно лови думеранг да ёлки-палки вот чем я не люблю марио карт это то что ты блин можешь ехать на первом месте но потом вдруг тебя со всех сторон начинает поливать различной гадостью ты становишься на последнем месте как это вообще не это вообще как-то мимо ворот проехал почему-то вопросики сверху по идее не должен на трассе стоят кто-то превратился в ракету кажется я снес только что врата ну в общем примерно так это все выглядит детям больше понравилось не трассы строить не ездить просто кататься по квартире ездить за кошкой соответственно класть смотрите вот какая скорость на экране кажется что машина и быстро на самом деле вот ее скорость то есть не такая уж она и быстро что будет на скорость ну там есть это самая первая скорость то есть 50 там есть скорость потом выше выше там по моему три уровня сложность чем выше уровень сложность тем она быстрее едет соответственно может быть на последнем уровне сложности она будет ездить намного быстрее как минимум должна в полтора раз в полтора два раза точно быстрее ездить единственный вопрос строитесь ли вы с такой скоростью поэтому в принципе на такой скорости даже ничего страшного если вот допустим смотрите если эта машина будет куда-то врезаться то есть сломаться она явно не сломается то есть убить ее будет очень сложно ее проще будет раздавить конечно дети основном с ней балуется конечно говорю что вы просто катаются кладут на нее различные какие-нибудь вещи сидишь работаешь тебе вдруг приезжает как машина сзади и там записка лежит какой-нибудь послание либо приезжает марио сверху у него стоит там еще что-нибудь какая-нибудь игрушка ну в общем так чисто повеселиться ну думаю что надолго не хватит возможно когда они наиграются я попробую его продать хоть за сколько-нибудь хотя учитывая то что я вам уже покупал и ринг фит и картон где там нужно было кстати поделки из картона мне больше понравились там хотя бы можно картон из картона эти поделки делать креативить здесь же в принципе делать нечего то есть по сути трассу поставил эти ворот поставил и все и гоняй только вот игру что интересно что-то новое просто хотя по сути просто машине прицепили камеру чем не самого высокого разрешения но вот единственное что расстраивает это конечно сама машина ездит классно четко управляется ровно держит ну как бы едет прямо то есть ее никуда не косить не кривит как некоторые китайские машины но очень слабый уровень сигнала то есть стоит только вы отъехать метров на 5-6 в сторону куда-нибудь за стену и все привет такой даже 5-6 2-3 метра хватит ну и наверное все что я хотел вам показать сегодняшнем видео с вами был голодный и всем до скорой встречи и пока пока